Без предупреждения приходите. Я тут с улицы только захожу, но ничего не готово. Господи, помилуй. Добрый день. Здравствуйте, Игнатий Тихонич. Я хотел вам вопрос задать, если можно. Вы знаете, что у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, я не против. Я против. Говорите, пожалуйста. Так, я, ну, во-первых, я хочу поблагодарить. Я почитал о крещении и о войне вашей, то, что вы послали. Конечно, меня впечатлило это и объем, и всесторонний охват. То есть я полностью так доволен, что такой объем информации, и можно что-то реально, выводы какие-то сделать. Хотя, конечно, я не могу сказать, что до конца это все понял. Вот. Ну, будет время, время, как говорится, будем потихоньку разбираться. Вот я еще хотел такой вот вопрос, если можно. Вот спасение наше, наше спасение, оно, как бы, то, что говорят святые отцы, оно не зависит от наших трудов. То есть, ну, Господь решает, как бы мы ни трудились, как бы мы ни старались, но все равно Господь будет решать, кого он будет спасать, кто спасется, кто не спасется. Вот такой вот вопрос. Это действительно так? Или я неправильно мыслю? Вы понимаете, надо понимать, когда человек говорит, я своими делами спасусь, не верю в Бога. Вот о чем говорится. А если человек верит, то написано у Якова, вера без дел мертва. А 2.18 Яков говорит, покажи веру твою без дел твоих, а я покажу тебе и сдел моих. И когда Господь говорит, налево-направо отойдите, они напоили, накормили, посетили больного, войдите в радость Господина своего. Это дела? Конечно, дела. Без дел мертво. Господь будет судить по делам. А откуда известно? Второе послание к Коринфянам. 5.10 Всем нам надлежит предстать предсудилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Значит, по делам Бог будет судить конкретно. А когда говорят, что не по делам, это означает, когда человек без веры. Одно думает, я что-то буду делать хорошее, ну, коммунистом или еще какой. Ничего не получится. Кровью Христа только мы спасаемся, омываем. А теперь мы добрые дела делаем. Какие? Потому что Дух Святой нас побуждает к этому. Быть сострадательными. Делать все во имя Иисуса Христа. Павел говорит, многие бегут на стадионе, на ресталище, но один получает награду. Итак, бегите, чтобы получить. Понятно, понятно. Да, я согласен, совершенно верно, надо трудиться. Поэтому у меня вот такой второй вопрос. Может быть, у вас тоже есть материалы такие, вы можете как-то ими поделиться, о молитве и о борьбе со страстями. То есть, вот как бы, ну, что-то, какие-то страсти понятные, и они есть, и надо с ними что-то делать. Но вот они никак не уходят, постоянно проявляются. И, конечно, молитва. Вот потому что молитва, ну, какая? Вот я могу почитать там молитву вечернюю, утреннюю, но нет ни слез, ни какого-то переживания, нет такого трепета, что ты вот стоишь перед Богом. Является ли это вообще молитвой, или это какая-то профанация? Вот что вы можете сказать на это счет? Вы понуждаете себя молиться. И поэтому святые говорят, вот когда ты молишься, у тебя такое расположение там, и плащешь, и все, а другой раз, никакого расположения, но ты все равно правила высчитываешь. Так вот, когда у тебя никакого даже ничего нету, там, проявления эмоций, это дороже перед Богом. Дороже, потому что ты трудишься. Вот человек проповедует, душа обратилась, я радуюсь, что я не напрасно трудился. А теперь, когда в Царство Небесное придем, вот я проповедовал один день, точно так же, но никто не обратился, а здесь обратился. И когда перед Богом предстанем, награда где больше? Там, где не обратился. А почему? Сейчас награду я получил на земле, Ян Затаус говорит. Я же радовался, радовался. Но Затаус добавляет, ладно, не надо мне небесной радости, пусть уменьшится, только обратись, покайся. Так, ну вот, да, это понятно. О молитве понятно. А вот о борьбе со страстями. Вот, допустим, ну вот, бывает какая-то вот раздражительность, даже гневливость, может, на близких какой-то такой вот. Как вот с этим быть? Вот потому что оно где-то внутри сидит, и вот непонятно, появляется внезапно, и потом уже каешься, конечно, просишь прощения, но оно появляется, но где-то есть внутри. Как его искоренить-то? Можно вообще или нет? Надо стремиться, надо работать над собой. Вы прочитаете первое послание Иоанна, любимого ученика Христа. И он говорит, что рожденный от Бога не грешит. И дальше. Рожденный от Бога не может грешить. Православный вот грешный, многогрешный, это подходит. А тут не может грешить, почему новая природа дана. Новая. Ну, пример такой, свинью выпустили погулять. Она чистенькая, увидала лужу, она легла. Овечья гнали, овечка споткнулась, упала, так она уж отрекается, отрекается. Она тоже запачкалась, но это для нее не стихия. Стихия для свиньи. Так и здесь. Ты не так сделал. Попроси прощения. Назначь тебе какой-то пост, хотя бы день. И прикуси язык. Зачем гневаться-то? Ну, а если бывает так, по делу. По делу, это награда. А почему? А иначе бы у нас не было никакого гнева. Жили бы, как тряпки, златоуст говорит. А раз мы реагируем так, это означает, мы ревно состараемся выправить положение. Так что надо еще раз смотреть, как вы гневаетесь. Написано, гнев человека не творит, правда. А Господь, написано, Он спрашивает, что делать, добро или зло в субботу? А они молчат. И написано, Иисус возрел на них с гневом. Иисус, кратчайший, Сын Божий, и возрел с гневом. А почему? Потому что они делали дело безумное. Такого человека Бог не творил. Так что не каждый раз бойтесь гнева. А представьте, на апостол Павел проповедует в это время серьги про консулу. А там Елима, Волх, под руку попался и совращает его. Он обернулся к нему и сразу говорит, ты враг всякой правды, Сын Дьявола. Доколе будешь совращать, привык к путей Господней. Вот на тебе рука Господня. Ослепнешь, и он тут же ослеп. Как он говорил, ну враг ты-то хорошенький, но я маленько скажу тебе, прости меня. А ты когда языки начинает говорить, немецкий язык это язык команды. Вот я сейчас скажу по-немецки, Гальтамауль. Что я сказал? Я сказал по-русски означает, заткнись, Гальтамауль, закрой пасть свою. А вот если это говорит японец, он говорит так, я прошу тебя, пожалуйста, не обидься, говори потише маленько. То есть они разглаживают все это. Итальянский язык такой, ну там к женщинам обращается, жестикулярно. Немецкий язык, он выражается очень четко и ясно. Вот такое ясное, четкое, короткое, как военная какая-то история, Евангелие от Марка. Он пишет кремлинам. И везде начинается почти буква И. И сказал Иисус. Опять оторвал. И сказал. Вот даже на это надо обратить внимание. Мы разные. И другой бывает огневается где-то, а у него все идет. Он увидел, увидит, что сын курит. Он вырвал из рук у него, дал ему, может быть, пощечину. И все. И он избавил его, отпорол его ремнем. Ты же порол, ты не с улыбкой, у тебя тоже гнев был. Отскажи, так положено. Если какой отец из ваших, который не наказывал сына, если остаетесь без наказания, то вы не сыны. Вот и все. Так что надо знать. Хорошо. Спасибо. Спасибо за просвещение. Ну и еще хочу спросить. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Бог. Спаси Бог. Спаси Христос. Игнатий Тихонович, еще один вопрос. Мне, ну вот еще не православный, если можно спросить. Вот. У вас там попугаи, фу, попугаи, голуби и эти самые кошки живут мирно там. Никто никого не гоняет, не ест. У нас попугай, вот, волнистый. Ну, завели вот котеночка. Ну, он на него охотится. И мы так чувствуем, надо, конечно, попугая куда-то отдавать, потому что велись сюда, велись. Вот этот котеночек, кстати. Да какой. Он, это самое, охотится, это боктейл курильский, говорят, он из этих, из диких, маму, бабушка у него дикая была. Ну, и не как нам, попугая думаем, кому-то из знакомых отдать, потому что съест он его, в конце концов. Так он у вас же в клетке сидит, попугай-то. Нет, он в клетке ночью сидит, а вот так он на лучшее летает, вот, целый день он у нас, мы его не держим в клетке. А в это время котенка спрячем куда-то, вот я под полную клетку, а голубя пускаю полетать. Теперь голову беру сюда, теперь кошку освобождаю. Ну, вот мы так и делаем, но не уследим, потому что больно быстро, он сразу раз-раз, и уже там. Ну, прячься намертво, никак не выйдет, чтобы, когда выпускаете попугайщика-то. Еще вот так. Ну, понятно, будем следить, конечно. И еще... Спасибо, Игнатий Тихонович. Еще последний вопрос. Вот, все-таки, вот, московскую патриархию, священники вот у нас, которые вот встречаются вот в нашем храме, ну, такие, ой, добрые батюшки, конечно. Я вот не встречал каких-то таких вот действительно... Ну, вот батюшка у нас, он и обнимет, и если там какие-то проблемы, так вот, ну, по-отечески, так по-доброму, ну, хороший батюшка, в общем-то. Вот, как бы... Посмотрим и проповедников, там, Дмитрия Смирнова, Артемия Владимирова, Головина, это, Владимира Головина. То есть, вы могли бы посоветовать, вот, к чему... Какого лучше проповедника прислушиваться, как истину, которую несет, вот... Ну, вот, к вам и обращаемся. Вот, может, еще кого-то посоветуете? Вы, по слову Божию, проверяйте. Все эти батюшки хорошие, кого назвали. Просто хорошие, редкие батюшки. Ну, вы сами по Евангелию смотрите. Я скажу, хорошие, а он завтра проповедь сказал другую, а она совсем не подходит даже ни к силу, ни к городу. Я не могу сказать, вы сами смотрите. Я вот знаю, допустим... Вот, да. Выходит, ученик, я вижу, я все, каждого слушаю. Вот он говорит. Говорит там, как соловей заливается. А потом оператор вот так провел. А там у него шалман такой, ходит, продают, покупают. И он как будто никого не видит. У нас ногами не переступает никто. У нас такая дисциплина, которой в армии нету. Потому что мы работаем над этим. Ну, понятно. Дядь Тихонович, а вот у нас, конечно, свечи продают, но продают в притворе. Это не является нарушением, потому что притвор... Или вообще надо, чтобы это за пределами церкви, здание церкви продавалось? За пределами ограды. Вот какой закон-то. Даже в церковной ограде... А, за пределами... Да. Понятно. А после... Бывает, после службы там стол накрывают, кушают. Это тоже запрещено? Это можно-то отдельно где-то. Это у вас отдельно. Не в храме. Нет, там же в храме тоже, в самом храме. Не разрешается. В самом храме. Канон есть такой в храме. Не разрешается. А разрешается только в том случае, если была большая пурга, и больше ни одного дома нет, а где-то в горах в Грузии, то можно даже лошадь завести, чтобы не погибнуть. Понятно. Спасибо, Христос Игнатий Тихонович. Очень рады были послушать вас. И если можно будет, еще будем обращаться. Приходите, если разрешите. Не один, а приводите друзей своих. Человека два-три. И мы побеседуем с ними. У них вопросы будут. У вас товарищи-то есть какие-то? Ну вот у меня... Есть. Но вот у меня семья слушает тут рядышком. Так что мы как бы тут посвящаем. Вы и других рядом с женатым, дети, кто... У них свои вопросы. Мы будем друзьями. Ну вот мы что-нибудь подготовим, потому что без подготовки тоже, может быть, тогда в следующий раз позвоним уже с подготовленными вопросами. Спасибо, Христос. Сегодня я выставил, там уже сделали готово, я выставляю ролики, как беседовать с каким человеком. То есть все люди разбиваются на 24 ступени клетки. Один говорит, Бога нет, другой в Библию не верит. Как с кем беседовать? 10 роликов я выставил. Вы у нас на Ютубе-то бываете? Да, я подписан на Ютубе. Вот на Ютубе сегодня, посмотрите, я выставил. Сегодня огромный материал, просто огромный. Мои материалы берут тут братья, их делают на отдельные, там по полчаса ролики и насчитывают то, что говорил. Хорошо, хорошо. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Рад был очень вас слышать. Вам Божьей помощи. Еще больше не надо? Божьей помощи. Нет, спаси Христос. Божьей помощи. Не трогайте, бриту выбросьте. Бороду-то не скоблить. Да вот ты уже. Под каблучники. Жена сказала, что жене не нравится борода. Она не должна говорить даже слово тебе вопреки. Отпусти бороду-то, потому что Господь так сделал. Посмотри, в церковь зайди. Христос с бородой, все пророки, все от одного апостола. Я даже и коммунистам говорю, посмотри, Придрих Энгель сидит, какая борода. Какой Карл Маркс сидит. Ну, гляньте маленько. Что вы делаете? У нас Федель Кастер приезжал, какая у него красивая борода. Посмотри, Достоевский, Лев Толстой. Как они выглядят? Адмирал Макаров сидит. Да, все правильно. Все правильно. Надо как-то что-то делать. Господь строго наказывает за это. Да, Вет не запустил. В городе Алисалим, даже когда послам полбороды обрили, и они были очень обесчищены. А когда у Якова дочь изнасиловали, только обесчищены. Это хуже изнасилование. Понимаете? Наша мерка одна, у Бога другая. Надо к нему прислушиваться. Это подкаблучники такие женаты. А вопрос? Да она же не должна даже языком шевельнуть. Ты сказал, все кончилось. А с бородой это твоя власть. Она как за скалой за тебя держится. А что это две мамы в доме? Ну, Игнатий Тихонович, у апостола Павла там сказано, если жена бреет, стрижется, то она постыжает голову. Если мужчина не стрижется, то тоже постыжает. Вот как, тоже сказано. На голове волосы, коса. Коса. Лисо не относится к этому. А бороде отдельно не порти края бороды твоей, левит написано. Ни края даже нельзя подстригать, подравнивать. Вот какая она есть, видите, Нюра, такая должна быть. Ни усы не задевать, ни подстригать, ничего. Это Бог сделал, это Его картина. Ее мы начинаем подправлять. Гнилушки. Все мы понимаем, но вот видите, как мы живем. Живем-то по-другому. Вы сегодня же выбросите это, и все. И начинайте по-настоящему. Вот у нас вы никогда бы не стали членом общины, никогда. У нас нету. Встание оглашенного уже все у него приводится в порядок. Что интересно, сейчас у американцев, ну, у них там есть спецназ, и оказалось, которые с бородами, меньше у них, потери меньше. Понимаете? Меньше заболеваний. И притом цифра очень сильно разница. И притом они много лет уже проверяли. И поэтому дали указание особое, чтобы все эти были с бородами. Весь в пятнадцать. Понял, услышал, Игнать Тихонович. Спасибо, Христос, Вас, Божьей помощи Вам. Храни Господь, Павел Анатольевич. До свидания. Девчонки, 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 Христос,